МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежесуточно отсюда отправляется потребителям 5-6 вагонов ПВХ и 17-18 цистерн каустической соды. Сюда приходят угольные маршруты, ежесуточно до 1500 полувагонов с углем, топливо для новоземинской ТЭЦ. 109 человек сегодня в штате железнодорожной службы СНС-химпласта, 28 локомотивных бригад, 14 кондукторов поездов, 8 дежурных по станции, работники службы эксплуатации, начальники смен, приемы с датчики груза и багажа, операторы по обработке перевозочных документов, 16 путейцев. Этот коллектив общим решением в 2017 году название передовика производства предприятия выдвинул кандидатуру Геннадия Иннокентьевича Федяева, монтера путей, одного из старейших работников этого подразделения. У нас, будем говорить, старожила нашей ежедорожной службы, ежедорожного цеха, отработала здесь практически всю сознательную жизнь. Мы его выбрали в этом году передовиком производством. Что хочу сказать, Геннадий Иннокентьевич очень добросовестный, очень исполнительный, профессиональный человек. Немало сделал для того, чтобы сегодня цех работал так, как он на сегодня работал, то есть без браков, без аварий, без крушений. Должностная инструкция монтера пути или попросту путейца – обширный и сложный документ. Монтер пути должен пройти специальное обучение, иметь соответствующее свидетельство о присвоении рабочей квалификации, заключение медицинской комиссии о пригодности к этой работе, должен знать требования нормативно-правовых актов по охране труда, техники безопасности, требования правил безопасного обращения с бытовыми приборами, оборудованием и другими механизмами. Он должен разбираться в путевых знаках и сигналах, знать все виды основных материалов для устройства, верхнего строения пути и требования к укладке, способы и приемы выполнения простых работ при монтаже и демонтаже конструкции. Ведь от этих работников зависит главная безопасность движения на железной дороге. Железная дорога, самое главное козырью – это обеспечение безопасности движения. Как работают монтёры пути, как они подготовят технические устройства, путевое хозяйство. От этого зависит работа нашего всего подразделения на последующее время. Геннадий Накентьевич Федяев работает на Сен-Схимпласте с 1991 года, в железнодорожной службе с 1993 года. Геннадий Накентьевич из тех людей, что о себе говорят неохотно, а уж тем более с журналистами, в чём рассказывать, удивляется, он жил, работал, всё как у всех. Родился в Черемхово, работал на строительстве Байкала, Мурской магистрали, потом приехал в Саянск, в строительном монтажном поезде проработал 8 лет, и устроился потом на химпласт. 4,5 года проработал Геннадий Накентьевич Набами, на восточном участке Алекми. В своё время он закончил Иркутский техникум транспортного строительства, так что трудился по специальности. Я там работал дорожным мастером по цыпке земного полотна. Участок был, закидывали нас на вертолёте, и жили мы там прямо в этих вагончиках. Потом начали дома щитовые строиться, в домах перешли. Как гремел БАМ в своё время помнят те, кто родился в Советском Союзе. Со всей страны на эту грандиозную комсомольскую стройку съезжались студенты, молодые специалисты-рабочие. О БАМе слагали стихи, пели песни. Сюда приезжали зарубежные звёзды, столичные знаменитости, артисты-музыканты. Особая атмосфера, близкая тем, кто всю жизнь едет за запахом тайги, формировала здесь характеры. Молодёжная стройка была, весёлое время было, я был молодой. В свободное время у нас, как говорится, рыбалка, охота, природа. В 90-х годах вернулся Геннадий Федяев в родные края. Устроился на Саянский химический комбинат по специальности. А специальность его – это поддержание железнодорожного полотна в рабочем состоянии, выполнение на железной дороге работ при монтаже, демонтаже, ремонте, конструкции пути. Наша задача – поддерживать техническое состояние пути в исправном состоянии для безопасности движения, пропуска поездов. Чтобы обеспечить эту надёжность и безопасность движений, путейцы должны уметь выполнять работы по смене рельсов, смене шпал, перешивке, ремонте крестовин, обточке рельс, разгонке рельсовых нитей, выправке шпал. Они должны уметь работать с применением ручного и электрофицированного инструмента и приспособлений, знать способы строповки рельсов, пакетов шпал и брусьев, уметь крепить рельсы к шпалам и брусьям, вручную и костыли с обивателями, укладывать звенья на земляное полотно при помощи путеукладчиков и ещё многое-многое другое. Работа состоит наше в поддержании верхнего строения пути в исправном состоянии. Смена шпалы старогодней, неисправной, смена рельсов, подкладок, костылей, перешивка пути, зимой очистка стрелочных переводов от снега. Рабочий день начинается с 8 часов, приходим, получаем структаж, задания получаем и по своим рабочим местам. То, что эта работа требует больших физических затрат, объяснять не надо. Летом, под палящим солнцем, зимой, в любой мороз путейцы на рабочем месте. Для этого необходимо обладать определенными не только профессиональными, но прежде всего человеческими качествами. В качестве надо физически здоровым быть и знать по обслуживанию, по ремонту пути, чтобы, как говорится, дисциплинированы были и ответственны за свою работу. В последние годы в коллектив приходит много молодёжи, а воспитание здесь одно собственным примером. Если молодой приходит человек, к нему представляется наставник, и он обучает молодого человека своей профессии. Потом он сдаёт экзамены и в самостоятельной работе приступает. Старается быть, подражать нам, старым. Бригада, в которой трудится Геннадий Федяев, 8 человек, обслуживают станцию «Промышленная». Коллектив, сработавшийся, сплочённый, друг друга понимают без лишних слов. 6 августа железнодорожники принимали поздравления с профессиональным праздником от близких, друзей и коллег. Хочется пожелать железнодорожному цеху всему в этот праздник здоровья, благополучия и трудового настроения. Субтитры создавал DimaTorzok